Диалог с клиентом Оформлен на вас? Нет, на холодильник Клиент заполняет анкету Менеджер, вот тут пишите сумму кредита прописи Клиент, прописи это как? Менеджер, буквами Клиент, молодой человек, вы в своем уме? Как же я цифры буквами напишу? Очень много присылают писем с фразами, с цитатами наших спортивных комментаторов Многие спортивные комментаторы пришли на телевидение прямо, так сказать, из спорта Не все понимают, что они говорят Большинство наших футболистов вышло из зоны Сафин больше предпочитает траву Нужно плыть, стиснув зубы в кулак За каждый удар ниже пояса надо снимать очко Только наши с такой энергией хохотать могут, да? Я пришел к своим знакомым Они такие незажиточные ребята У них еще отрывной календарь вот этот дешевый Повел и таким добрым советским прошлым В календаре в этом читаю полезный совет Мне так грустно стало, когда это прочитал Если у вас в холодильнике осталось одно яйцо Ой, мне так взгрустнулось, потому что я представил так Открываю холодильник, а там Яйцо одно А тут написано Не унывайте! А действительно вы, а чего вы думаете? Читаю дальше Возьмите глубокую мисочку О-о-о-о Думаю, это интрига Яйцо одно, а мисочка глубокая Взбейте в ней это яйцо Я представил себя В глубокой мисочке я взбиваю одно яйцо Дальше не верю своим глазам Положите в миску Две ложки сметаны Да, думаю, видимо, сметана у меня в кармане Потому что Потому что в холодильнике есть одно яйцо же Если нет сметаны, две ложки банки О-о-о, как у меня в кармане много продуктов, значит Итак, взбиваем яйцо с тем, что у вас оказалось Дальше, клянусь, не вру Берем и отрезаем от кабачка Видимо, у меня еще и под кроватью продукты Потому что холодильник же я для яйца держу И далее Ну, замечательно Если нет и кабачка Берем и мелко нарезаем Два средних клубня топинамбура А топинамбур у меня всегда присутствует Че там? Конечно С такой энергией только наши могут хохотать В газете Продается мотоцикл после столкновения с Белазом Сколько? Все документы в порядке Спасибо, конечно Продается дачный участок Летний домик, огород, кусты, сад, туалет Все плодоносит На двери дома В спальном районе Москвы В период с такой-то по такой-то На вашем доме будут производиться Фасадные работы методом промышленного альпинизма Убедительная просьба Веревки Рабочим Все знают, что не надо делать в этот момент Особое чувство юмора у тех, кто инструкции составляет Но этот инструкцию написал к дезодоранту Точно с чувством юмора Два щелчка в одну подмышку Зимой трудно было проехать На машине я спустился в метро А зашел в метро, надо было успеть Говорю, а там правила все Вот вы ездили на эскалаторе много раз Вы не знаете, как надо ездить Я прочитал правила Замечательно Вначале внимательно посмотрите на эскалатор Убедитесь, что он перед вами Каков мозг того, кому нужно это После чего совершите посадку На ближайшую ступень Я думал, надо остановиться Нет, посадка С последующим с нее соскаком Пробовали на копчике соскакивать когда-нибудь? А это инструкция к пользованию Электрошоковым прибором Запрещается применять прибор В отношении беременных женщин За исключением их группового нападения Это в похмельном сне не приснится такое Так, мне уже интересно, сколько у вас сил Еще одна девушка написала, как она провожала ночью свою подругу Они выпили пиво, пишет Пошла провожать подругу ночью на маршрутку И у нее, вот это российская история Лопнула резинка на шароварах У кого еще лопнет резинка на шароварах? И кто еще найдет, что делать в этом случае? Пишет Я подобрала проволоки кусок И подвязала шаровары Ну, наша история Проводила, возвращается Два мужика идут навстречу Поздняя ночь Говорит, ага, кисонька приплыла Раздевайся, если жить хочешь Она берет проволоку, вот эту размах Они говорят, что такое? А сейчас узнаете неверное Аллах Акбар! Бежали быстрее совраски Без узды А менты остановили Жигули А там пьяный ночью водитель Они привели его уже в свою ментовскую машину А взять с него нечего А тут бы им в ухо несется А они ему говорят, все, уезжай С тебя все равно, как сказала Малако Все, давай, вали отсюда Уезжай И, забываем в ухо Утро от того, которого они отпустили В 6 утра Звонок в дверь Открывается жена отпущенного Стоят злые-призлые менты Говорят, у вас приехал вчера? Да На машине? Да, а где машина? В гараже Пошли Приходят в гараж Там стоит ментовская машина и мигает Так не может смеяться человек Вообще Ни один, кроме нашего Ой, я смеялся не меньше вашего Когда Спортивный комментатор Выдал фразу нормальную Но ему показалось, что он сказал что-то страшное А сказал он нормально Хули Лопес бьет поворот И от ужаса сказанного Он завис в эфире Вот так вот Слышно было, как мозги шевелятся у него в невесомости И он вдруг решил оправдаться Пояснить, что он сказал И он вдруг выдал на всю Россию в эфир Хули, это имя такое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому